Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Разошлись с мужем, изменил, теперь живет с ней. Я ушла, забрала только одежду и документы. У него осталось все, две машины, дом, общие друзья, хорошая работа, зарплата и женщина с ребенком. Ну что же, если вы разошлись из-за того, что вам изменил муж, то здесь сразу два момента. Первый момент это то, что это является травмой, я имею ввиду измена. И развод, ну по крайней мере вы пишите, что разошлись, вы не говорите, что вы развелись, но расход, расставание это травма. Соответственно и измену, и расход нужно пережить ровно вот настолько, насколько это вам необходимо. То есть травма проживается именно с психологом, все те эмоции, все те чувства, которые у вас вызывают, условно говоря, эта история. Нужно это прожить. После того, как происходит процесс проживания, после этого, после того, как происходит этот процесс. Далее происходит процесс изменения к этому вашего отношения, чтобы вы перестали, условно говоря, видеть это так, как вы это видите. Дело в том, что изменяя является результатом проблем определенных кризиса в отношениях определенных. То есть появление другой женщины – результат кризиса в отношениях. Вот. Вам это, на мой взгляд, в первую очередь необходимо увидеть. И в этот кризис вы, конечно же, тоже внесли свой вклад, естественно. Далее. Вы пишете, что ушли, забрали только одежду и документы, у него осталось все, хорошее. Две машины, дом, общие друзья, хорошая работа, зарплата и женщина с ребенком. Опять же, вот не совсем непонятно, почему вы поступили так. Есть такое чувство, что вы это сделали из обиды. Нет ощущения, что вы это сделали, потому что, ну, считаете, например, что так правильно. Есть ощущение, что это вы сделали как бы назло. Ну, не назло, конечно, но как бы назло. Вы пишете, у меня новая работа и двое детей, все заботы и хлопоты. Что же мои? А должно быть по-другому? Как должно быть-то? Приезжает к детям, когда сам решит. Ну, логично, как бы логично. Дает деньги, когда хочет и сколько хочет. Ну, опять же, это нормально. Меня это истощает, я ведь не лезу в его новую семью, почему он к нам лезет? А что вы имеете в виду, говоря, что он лезет? Отец имеет право общаться с людьми. Как бы. То есть, это странно, что вы воспринимаете его поведение как то, что он лезет. Вот. Вы пишите, меня это истощает. Чем вас это истощает? Как вас это истощает? Я могу сказать, как вас это истощает. Вас это истощает тем, что дает надежду, судя по всему. Дает надежду на возвращение. Вот этим вас это истощает. На мой взгляд, по крайней мере. Понятно, что я могу ошибаться. Понятно, что я могу быть не брав. Но мне кажется, что истощаетесь вы именно из-за того, что когда он приезжает, вы получаете надежду на то, что все будет как раньше. Вот. Связано это, вероятнее всего это связано с тем, что, опять же, некоторая травма, которую вы получили в результате вот тех событий. Вот эта травма, она не прожита до конца. Вот. И плюс, по-видимому, вы не замечаете, скажем так, кого-то, ну, своих, допустим, каких-то, ну, потребностей, может быть, вот так вот, я бы сказал здесь. То есть, ну, то есть вам чего-то хочется, да, грубо говоря, вы в чем-то нуждаетесь, грубо, грубо, ну, грубо говоря, ну, вот. Ну, вы этого вот, может быть, не замечаете или упираетесь в, ну, во что-то, во что-то, во что-то одно. То есть вы упираетесь в какую-то одну форму своего желания, своих потребностей, вот. К сожалению, ну, так, по крайней мере, мне это видится, опять же, я могу, я могу ошибаться, да, могу быть не прав, конечно. Конечно. Но видится мне это именно так. Вот. То есть, когда вы говорите, что человек лезет, значит, в вашу семью, да, вы подразумеваете что? Что человек заставляет вам неудобства какие-то, ну, вот. Ну, было бы, соответственно, что? Было бы, соответственно, здорово, если бы вы видели, а что это за неудобства, вот. То есть, если это неудобства, да, то какие, какие это неудобства? Ну, вот. Вот. С кем они, ну, с кем они связаны, эти неудобства? Ну, вот. 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 Это вот было бы, в данном случае, на мой взгляд, полезно вам увидеть, чтобы лучше понимать, что с вами происходит, да. И как вам с этим обращаться? Вот. Потому что то, что вы не знаете, как с этим обращаться, тоже в какой-то степени бросается в глаза, и довольно, ну, довольно сильно, довольно ощутимо это наблюдается. Вот. Возможно, для вас здесь есть элемент потери контроля. Возможно. Только возможно, опять же. Дальше. Предложила ему график, чтобы я точно знала, когда он приедет, чтобы не пересекался с ним. А вам больно пересекаться с ним или обиды всплывать? Он сказал, что будет приезжать, когда захочет. Конечно, это его дети. Конечно, дети скучают по папе. У них есть свой чат. Не знаю, что они там обсуждают, но знаю, что они есть. Мне кажется, вы не сревнуйте своих детей, как, ну, в целом, опять же, повторюсь, ваш бывший муж, он находится в своем праве. Это такое чувство, что он хочет быть лучшим родителем, балует детей, если я что-то запрещаю. Например, прогулять в школу, то он обязательный поддержка. Это вопрос вашего взаимоотношения с детьми. Если вы используете запреты, то, конечно, довольно легко найти к ним подход, просто разрешая то, что вы запрещаете. Запреты – это не лучший способ выстраивать отношения с детьми. Вам нужно в данном случае учиться по-другому устраивать отношения со своими детьми. Мало того, он еще позволяет себе сказать детям, что их мама – старуха. Его новая женщина плачет мне на три года. Шутка, скорее всего, про возраст. Я не хватаюсь, но выгляжу я хорошо. Фото – вроде норм для старухи. Но здесь у меня есть ощущение, что вы не уверены в себе, потому что фото выглядит как способ доказать нам, что вы не старуха. То есть это вот ваш собственный комплекс по поводу возраста, вероятно. Но вывод. Что касается того, что он позволяет себе сказать детям, что их мама – старуха. Ну, опять же, вероятно здесь, по крайней мере, мне чувствуется и его какая-то обида на вас. Мне не кажется, что это просто принижение вас перед детьми. Потому что детям-то, в принципе, все равно, старуха их мама или нет. Поэтому здесь, мне кажется, именно обида вашего мужа на вас осталась так же, как у вас на него. Вот. Поэтому, если вы проживете травму, вам просто будет спокойнее и легче реагировать на эти вещи. Вы увидите, вы увидите видеть в этом что-то детское такое, не больше. Дальше. Мне кажется, что папа не должен так себя вести, хоть мы и никто друг к другу, но отношения должны быть уважительными. Возможно, отношения должны быть уважительными и, возможно, папа не должен так себя вести, но, тем не менее, это ваше мнение. У другого человека свое мнение, и оно имеет право на жизнь. Не знаю, как поставить его на место. Ответ. Никак. Никак. Это невозможно. Не надо ставить никого на место. Важно работать над своей уверенностью в себе. Вот. Говорит, но бесполезно, он все перекручивает, обвиняет меня, что я ушла, опускает тот факт, что я ушла, потому что он изменился, теперь живет с той, который изменил. А почему изменился? Елена. Вы не задаетесь вопросом, откуда появилась эта женщина, с которой она изменилась? В чем кризис ваших отношений? Дело-то ведь не в том, что он изменил. Дело-то ведь в том, что привело к измене. Вообще-то. Это первое. Второе. Ну, я не очень понимаю, как связано то, что вы говорите об уважительности, то, что он обвиняет вас, что вы ушли. Еще я делаю вывод, что коммуницировать с вашим мужем у вас не получается, поэтому нужно научиться конструктивной коммуникации, а не деструктивной. Как сейчас. Например, используя прием, я сообщаю. Вот. Но, в целом, этому на конструкциях можно научиться. Четко ставлю границу, не трогаю его, если это не вопрос жизни и смерти. Ну, хорошо, вы ставите границу, что вы его не трогаете. Но у него-то другая позиция. Вот. У него-то другая история. Он-то по-другому все это видит. Никакой. Никакой. Не трогаю его. Так. Один раз попросила посидеть с дочкой, у нее был ковид. Меня не отпускали с работы. Спасибо. Ему спокойно посидел, ухаживаю за ней. Ничего не сказал потом плохого. Вот у меня есть ощущение, что вы вкладываете в эту фразу какое-то чувство, какую-то эмоцию. Я не могу ее в данном случае выделить. Но есть ощущение, что вот какая-то эмоция. Возможно даже не одну вывода вкладывается вот в эту часть. То есть. Спасибо. Ему спокойно посидел, мне ничего не сказал плохого. То есть вроде бы как бы с одной стороны здесь я чувствую вроде благодарность, а с другой стороны не уверена в себе, а с третьей стороны вроде как какую-то иронию. То есть требование. Но мои границы он не уважает. А вы сами уважаете свои границы? Легко ваши границы задеть? Захотел сделал и плевать на мои чувства. А что именно сделал? Есть тут вещи, которые прямо вас не касаются. Это ваша проблема. Те же вещи, которые касаются у вас прямо, да, тут нужно стоять на своем. Я за него рада, пусть у него семья получится. А при чем здесь это? При чем здесь семья? Но у меня-то семья распалась, я это еще не пережила. Но психолог поможет прожить вам. Вы пишите, у меня распалась семья. А что такое распалась семья? Что такое семья? Дети остались с вами. То, что с мужем произошла такая ситуация, но на мой взгляд, изменение предшествовало то, что вы потеряли друг друга как личности, разве нет? Что такое семья? Так, я его не понимаю, он всегда так по-разному себя ведет. Сам позвонит, спросит, как я, попросит помочь чем-то связанным с детьми, а потом через день, когда я ему пишу. Относительно его просьбы отвечать максимально коротко или вообще игнорировать. Это вам сложно на себя опираться, это вам сложно чувствовать опору к себе, поэтому вы пытаетесь опору в нем найти. Я общаюсь одинаково, хоть не сложно, но я всегда веждаю вас. Я думаю, что здесь, с одной стороны, вы правы в том, что общаетесь вежливо, вы молодец, с другой стороны, если вам не хочется общаться, если вам не хочется быть вежливой, то вы можете ей не быть. Как долго обычно для всех проживания связаны с разрушением семьи? Ну, с психотерапией полгода-годик может быть. Без психотерапии, сколько угодно времени. Как облегчить свои проживания? Пойти на психотерапию, собственно говоря. Все его плохие поступки очень меня задевают. А что есть плохие поступки? Отдаете ли вы себя отчет, что вы здесь как родители выступаете, которые отчитывают ребенка за действия неугодные ему? Если вас это задевает, то как вас это задевает? Я его не держу, ничего не жду, хоть и любил его всегда. Почему такое неуважение с его стороны? Принижение вас нужно принизить, чтобы проще было с вами не быть. Но вопрос в том, как вас это задевает? Как мне сохранить голову? Ясно. Опять же, пойти на психотерапию в данном случае. Не обращать на него внимания не получится, потому что это чувство. Нужно проживать, вам нужно не бороться со своими чувствами, а уметь корректно их выражать. Не рассчитывать на помощь. 12 лет все мои проблемы решали, но теперь я. А как так вышло, что в 12 лет вы позволяли человеку решать свою проблему? Как так вышло? Понимаете? То есть вы в это состояние, которое чувствуете сейчас, вы в него вошли уже очень давно, еще до брака. Оно просто дает сейчас о себе знать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать самую работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи!